Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречались в июле на форуме стратегических инициатив. Обсуждали там результаты, новые проекты. Помню, как шла тогда дискуссия, говорили о ключевых направлениях дальнейшей работы. В этой связи хотел бы отметить, что принципиально важно в следующем году выйти на конкретные ощутимые результаты, и прежде всего в тех областях, которые мы с вами обсуждали, имеется в виду деловой климат в регионах, развитие профессионального образования и, конечно, поддержка инициатив в социальной сфере. В послании к Федеральному собранию, вы, надеюсь, видели это, я просил о вас совместно с Общественной палатой поддержать развитие волонтёрства социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идёт о том, чтобы снять барьеры, которые мешают развитию волонтёрского движения, определить формат взаимодействия волонтёров НКО с государством. Нужно, безусловно, помочь тем, кто стремится заниматься проектами в социальной сфере, продвигать важные инициативы по защите окружающей среды, тем более, что следующий год, как вы знаете, у нас объявлен годом экологии. Ещё на форуме в июле были показаны несколько интересных проектов для людей с ограничениями по здоровью. Хотелось бы, конечно, сегодня услышать, как идёт эта работа, с какими проблемами вы сталкиваетесь и что планируется по этому направлению дальше. В рамках национальной технологической инициативы вы уже начали заниматься развитием так называемых сквозных технологий, которые уже в краткосрочном периоде будут определять облик всех сфер жизни. Это в том числе работа техника, новые источники энергии и так далее, и так далее. Вы знаете, о чём идёт речь. В послании также было сказано о запуске программы развития цифровой экономики, и я, безусловно, просил бы агентство организовать на своей площадке взаимодействие российских компаний, научных, образовательных и инжиниринговых организаций и центров. Отмечу, что у нас появляется всё больше молодых специалистов и высококвалифицированных рабочих, способных решать задачи нового технологического уровня. Это наглядно продемонстрировали ребята, победившие на Европейском чемпионате по профессиональному мастерству в Швеции. Такие чемпионаты – это, безусловно, и мы с вами это хорошо понимаем, не только престижные турниры, они задают тон ориентир для развития национальной системы образования на основе лучших мировых практик, помогают настраивать образовательные программы и профессиональные стандарты под запросы текущего дня экономики. В этой связи просило бы правительство, Министерство образования и науки обеспечить безусловное выполнение всех поручений по развитию движения WorldSkills в России, включая организацию Чемпионата мира по рабочим профессиям, который должен пройти у нас в Казани в 2019 году. Вы активно занимаетесь развитием этого движения. В нашей стране оно получило название «Молодые профессионалы» и сегодня объединяет более 20 тысяч участников. Конечно, было бы интересно послушать, узнать, что вы планируете в предстоящем году. Прежде чем мы перейдём к работе, хотел бы вновь вернуться к вопросу улучшения инвестиционного климата. Мы с вами вместе сформулировали задачу добиться высокого качества деловой среды во всех субъектах Федерации. Это значит, что в каждом регионе предпринимателю должны оказываться всесторонние услуги, всесторонняя помощь и поддержка. При этом сроке подключения к инфраструктуре, выдачи различных документов, другие необходимые для бизнеса сервисы следует привести в соответствие с требованиями федерального закона. Очень рассчитываю на то, что и деловое объединение «Клуб лидеров» продолжит контроль за исполнением принятых решений, в том числе за внедрение лучших практик на уровне регионов и муниципалитетов. Надеюсь, что все участники арктической экспедиции благополучно домой вернулись. Андрей Ромович в этом году тоже не смог к вам присоединиться, но он сделает это в перспективе, в ближайшие. Он каждый год мне рассказывает о том, что он начинает готовиться к этому мероприятию. Потом я вижу здесь в кремлевских кабинетах, прижился здесь уже в Арктику, по-моему, не тянет. Давайте начнем работать, пожалуйста.